Елена Закотнова, возрос 9 лет, тело найдено 24 декабря 1978 года в реке Грушевка. За убийство Елены Закотновой 5 июля 1983 года был расстрелян 29-летний Александр Кравченко, впоследствии признанный невиновным в этом преступлении. Эпизод исключен из приговора Верховным судом РФ за недоказанностью. Лариса Ткаченко, 17 лет, тело найдено 4 сентября 1981 года в лесополосе на левом берегу Дона. По одной версии, Ткаченко была проституткой и обычно встречалась с солдатами, а Чикатило познакомился с ней на автобусной остановке возле Ростовской публичной библиотеки. Заведя ее в лесополосу, он попытался заняться с ней сексом, но у него не получалось возбудиться. Когда Ткаченко стала высмеивать его, он нанес ей несколько ударов ножом и задушил руками. Забил рот землей и откусил сосок. По другой, Ткаченко была учащейся ПТУ, приехавшей на полевые работы в местный совхоз. Эпизод исключен из приговора Верховным судом РФ за недоказанностью. Любовь Бирюк. 13 лет. 12 июня 1982 года. Поселок Донской. Тело найдено 27 июня 1982 года в лесополосе вдоль автотрассы Новочеркасск, Багаевская, неподалеку от поселка Донской. Чикатило нанес ей ножом 22 колото-резаные раны в глазнице, шею, грудь и руки. Любовь Волобуева. 14 лет. Дата смерти 25 июля 1982 года. Город Краснодар. Девочка из Новокузнецка ожидала пересадки на другой самолет. Тело с семи ножевыми ранами было найдено 7 августа 1982 года недалеко от аэропорта Краснодара, в 150 метрах от мастерских. Олег Пожидаев. 9 лет. Дата смерти 13 августа 1982 года. Поселок Энем, Адыгейское ООО, Чикатило завел жертву на опушку леса вблизи поселка Энем. Тело так и не было найдено. Чикатило отрезал у него гениталии и унес с собой. Эпизод исключен из приговора Верховным судом РФ за недоказанностью. Ольга Куприна. 16 лет. Дата смерти 16 августа 1982 года. Казачий лагерь. После скандала с родителями ушла из дома и не вернулась. Тело со множеством колото-резаных ран, смерть наступила от тяжелых повреждений сосудов шеи, сердца и легких. Было найдено 27 октября 1982 года в лесополосе возле поселка Казачий лагерь и пригородные линии Ростов, Шахты. Ирина Корабельникова, 19 лет, была убита 8 сентября 1982 года. Город Шахты, ушла из дома после скандал с родителями и не вернулась. Тело найдено 20 сентября 1982 года в лесополосе на 1131 километре железнодорожного перегона Горная шахтная линия Москва, Ростов-на-Дону рядом со станцией Шахтная. Сергей Кузьмин, 15 лет, был убит 15 сентября 1982 года. Город Шахты, сбежал из интерната из-за издевательств над ним старшеклассников и не вернулся. Тело было найдено 12 января 1983 года в лесополосе между железнодорожной платформой Кирпичной и станцией Шахтная. Ольга Стальмаченок, 10 лет, была убита 11 декабря 1982 года. Город Новошахтинск, пошла на занятия в музыкальную школу и не вернулась домой. Тело было найдено 14 апреля 1983 года под столбом высоковольтной линии на пахотном поле совхоза номер 6 возле Новошахтинска. Чикатило вырезал у нее сердце и унес с собой. Эпизод исключен из приговора Верховным судом РФ за недоказанностью. Лора Саркисян, 15 лет, 18 июня 1983 года, Ростов-на-Дону, страдала слабоумием, сбежала из дома. Согласно книге Кривича и Ольгина, тело было обнаружено вблизи 1131 километра перегона Горная Шахтная, в то же время в приговоре суда отмечено, что труп Саркисян обнаружен не был, а Чикатило в ходе следствия не смог показать место убийства. Ростовский областной суд посчитал этот эпизод недоказанным и не включил в приговор. Ирина Дуненкова, 13 лет, была убита в июле 1983 года, в городе Ростов-на-Дону, была младшей сестрой-любовницей Чикатило. По одним данным, страдала олигофренией, а по другим, синдромом Дауна. Тело было найдено 8 августа 1983 года в парке авиаторов. Людмила Куцейева, 24 года, была убита в июле 1983 года в городе Шахты. Была инвалидом с детства, матерью двоих детей, бродяжничала. Тело было найдено 12 марта 1984 года в лесополосе между Обкирпичной и Станцией Шахтная. Игорь Гудков, 7 лет, был убит 9 августа 1983 года в городе Ростов-на-Дону, самая младшая жертва Чикатило. Тело было найдено 28 августа 1983 года в парке авиаторов. Валентина Чучулина, 22 года, была убита после 19 сентября 1983 года. Город Шахты, тело было найдено 27 ноября 1983 года. Неопознанная женщина возрос, он примерно от 18 до 25 лет, была убита в сентябре 1983 года в лесополосе на окраине Новошахтинска. Вера Шовкун, 19 лет, дата смерти 27 октября 1983 года. Город Шахты, тело было найдено 30 октября 1983 года в лесополосе у хлопчатобумажного комбината возле города Шахты. Чикатило ампутировал у нее обе груди. Сергей Марков, 14 лет, был убит 27 декабря 1983 года, поселок Персиновский. Тело было найдено 1 января 1984 года в районе железнодорожной станции Персиановка линии Москва, Ростов-на-Дону-3. Чикатило нанес ему до 70 ударов ножом 3 и ампутировал гениталии. В анусе Маркова была обнаружена сперма четвертой группы. Наталья Шилопенина, 17 лет, дата смерти 9 января 1984 года, Ростов-на-Дону, подруга другой ранней жертвы Ольги Куприной. Тело было найдено 10 января 1984 года в парке авиаторов. Чикатило нанес ей 28 ножевых ран. Эпизод исключен из приговора Верховным судом РФ за недоказанностью. Марта Михайловна Ребенко, 44 года, была убита 21 февраля 1984 года в Ростове. Самая старшая жертва, была бродягой и алкоголичкой. Тело было найдено 22 февраля 1984 года в парке авиаторов. Чикатило отсек ей соски и вырезал матку. Дмитрий Пташников, 10 лет, был убит 24 марта 1984 года в Новошахтинске. Чикатило откусил у него язык и пенис. Возле тела милиция впервые обнаружила улику отпечаток обуви убийцы. Татьяна Петросян, 29 лет, шахты, была любовницей, по другим сведениям, просто сотрудницей Чикатило. Тело было найдено 27 июля 1984 года. Была убита вместе со своей дочерью Светланой. Светлана Петросян, 10 лет, шахты, тело было найдено 5 июля 1984 года. Чикатило убил ее, нанеся молотком удар по голове. Была убита вместе со своей матерью Татьяной Петросян. Елена Бакулина, 21 год, Багаевский район, тело было найдено 27 августа 1984 года. Дмитрий Ларионов, 13 лет, убит в Ростове, тело было найдено 12 августа 1984 года. Анна Лемешева, 19 лет, шахты, заманил девушку в лесополосу под предлогом купания. Тело было найдено 25 июля 1984 года. Обнаружены множественные ножевые ранения, нанесенные в обе глазницы и в левый висок, а также не менее 10 в левое бедро и в область молочных желез и лапка. Тело было изрезано, отсечены соски и скромсены половые органы, вырезана матка. Светлана Цона, 20 лет, была убита в Ростове, тело было найдено 9 сентября 1984 года в парке авиаторов. Эпизод исключен из приговора Верховным судом РФ за недоказанностью. Наталья Голосовская, 16 лет, убита в Ростове, тело со следами ножевых ранений было обнаружено 3 августа 1984 года в парке авиаторов недалеко от ограды детского сада «Лесная сказка». Людмила Алексеева, 17 лет, убита в Ростове, тело было найдено 10 августа 1984 года. Чикатило кухонным ножом с темной пластмассовой ручкой нанес ей 39 колотых и колото-резаных ран, у жертвы была отрезана и вставлена в рот, а также из кромса на грудь и вырезан низ живота. Неопознанная женщина, возраст примерно 20-25 лет, убита в Ташкенской области, тело никогда не было опознано, дата обнаружения неизвестна, на момент убийства женщина находилась в нетрезвом состоянии. Акмараль Сейдалева, 10 лет, была убита в Ташкенской области, убита в кукурузном поле кухонным ножом и камнями. Дата обнаружения тела неизвестна. Александр Чепель, 11 лет, убит в Ростове, тело было найдено 2 сентября 1984 года в лесополосе на левом берегу Дона. Чикатило познакомился с ним возле кинотеатра «Буревестник» на Ворошиловском проспекте и заманил его в лес обещаниями показать видеофильм. Убил его, разрезав живот. Орудием убийства послужил тот же нож, которым была убита Людмила Алексеева. Ирина Лучинская, 24 года, убита в Ростове, тело было найдено 7 сентября 1984 года в парке авиаторов. Орудием убийства послужил тот же нож, которым были убиты Наталья Алексеева и Александр Чепель. Наталья Похристова, 18 лет, была убита в Московской области. Тело было найдено 3 августа 1985 года в лесу неподалеку от аэропорта Домодедово. Чикатило нанес своей жертве 38 ножевых ран. Ирина Гуляева, 18 лет, бродяга и алкоголичка родом из села Отрадное, накануне убийства была выпущена из специального приемника. Тело было найдено 28 августа 1985 года в лесополосе возле города Шахты. Чикатило заманил ее в лес за шахтинским автовокзалом, пообещал предоставить ночлег. Под ее ногтями были найдены красные и синие нитки, между пальцами, седой волос. На теле был обнаружен пот, который имел четвертую группу, в то время как у самой Гуляевой кровь была первой группы. В желудке была найдена непереваренная пища, это может означать, что убийца заманил ее в лесополосу, предложив еду. Олег Макаренков, 13 лет, убит в Свердловской области. Макаренков учился в школе для умственно отсталых детей и страдал олигофренией в степени легкой дебильности нелепого генезиса. Тело было найдено только в 1991 году, после ареста Чикатило. Чикатило заманил мальчика, предложив съездить на дачу и зверски убил в загородном лесу у железнорожной станции Барановка, неподалеку от железной дороги, а его изуронную одежду разбросал по дороге. Иван Беловецекий, 12 лет, был убит в Запорожье. Тело было найдено 31 июля 1987 года. Чикатило провел воспитательную беседу о вреде курения со своей жертвой. А когда Беловецекий направился через лесопосадку домой, Чикатило на него набросился и задушил, набив рот землей. Эпизод исключен из приговора Верховным судом РФ за недоказанностью. Юрий Терешонок, 16 лет, останки были найдены в начале 1991 года возле поймы реки Грузинка. С 7 по 27 сентября 1987 года Чикатило находился в командировке в Ленинграде. С учащимся ПТУ Юрием Терешонком он познакомился в буфете финляндского вокзала и предложил поехать к себе на дачу в Лембалово. Естественно, никакой дачи у Чикатило там не было, а Лембалово он назвал потому, что этот населенный пункт оказался первым на табло отправляющихся электричек. Прибыв туда вместе с Терешонком, Чикатило отошел с ним вглубь леса на 200 метров, затем столкнул его с тропинки, несколько раз ударил, повалил на землю, связал ему руки шпагатом и стал бить ножом. Тело засыпало землей. Неопознанная женщина. На вид примерно 22-30 лет. Тело было найдено 8 апреля 1988 года на пустыре возле города Красный Сулин. Алексей Воронько, 9 лет, пошел в гости к бабушке и не вернулся. Тело было найдено 17 мая 1988 года в лесополосе возле Иловайска. Чикатило отрезал у него гениталии и вскрыл живот. Одноклассник Воронько рассказал милиции, что видел с ним высокого мужчину средних лет с усами и золотыми зубами, со спортивной сумкой. Эпизод исключен из приговора Верховным судом РФ за недоказанностью. Евгений Муратов. 15 лет, Муратов ехал в Новочеркасск поступать в техникум. Тело было найдено 11 апреля 1989 года в лесополосе вблизи железнодорожной платформы Лесхоз, 1115 километров, перегона Сулин, лесостепь линии Москва, Ростов-на-Дону. Чикатило связал Муратова шпагатом и разрезал живот. Кроме того, Чикатило открыл ему рот и отрезал кончик языка, который проглотил. Татьяна Рыжова, 16 лет. Тело было найдено 9 марта 1989 года в канализационном люке. Чикатило привел ее в квартиру своей дочери, она пустовала после развода дочери с мужем. Там он напоил Рыжову спиртом, убил и расчленил, отрезав ноги и голову обычным кухонным ножом. Останки завернул в спортивный костюм Рыжовы и газета. На санках перевез останки на пустырь и там сбросил в канализационный люк. По одной версии, санки он одолжил у соседа, по другой отнял на улице у пожилой женщины. Когда Чикатило перевозил санки через железнодорожные пути, ему предложил помочь какой-то мужчина. Сначала Чикатило испугался и растерялся, но согласился, и мужчина помог ему перевезти санки, нагруженные человеческими останками, через рельсы. Александр Дьяконов, 8 лет, ушел на прогулку и не вернулся домой. Тело было найдено 14 июля 1989 года. Чикатило признался, что нанес большое количество ударов перочинным ножом и вырезал половые органы, которые завернул в шапочку и закопал. Алексей Моисеев, 10 лет. Тело было найдено 6 сентября 1989 года. Елена Варга, 18 лет, студентка из Венгрии, имела маленького двухлетнего ребенка. Тело было найдено 1 сентября 1989 года в лесополосе в полутора километрах от хутора Краснознаменка. Чикатило познакомился с ней на автобусной остановке и предложил донести ее сумки до дома. Заведя ее в лесополосу под предлогом короткой дороги, он убил ее, отрезал груди, вырезал матку, срезал мягкие ткани лица, завернул все в обрывки ее одежды и пошел со всем этим на день рождения своего отца. Алексей Хоботов, 10 лет. Тело было найдено 12 декабря 1990 года на кладбище. Чикатило похоронил его в могиле, которую собственноручно вырыл для себя на городском кладбище Шахт в 1987 году, по его словам, он замышлял самоубийство. Это был первый труп, показанный Чикатило следствию. Мать жертвы Людмила Хоботова почти год ходила по ростовским станциям и электричкам, показывая всем фотографию Алексея в надежде, что кто-нибудь его видел. Однажды в электричке она показала фотографию самому Чикатило. Наследствие она узнала его по характерному жесту, которым он поправлял свои очки. Андрей Кравченко. 11 лет. Тело было найдено 19 февраля 1990 года. Чикатило несколько раз ударил Кравченко ножом и испытал оргазм. Эпизод исключен из приговора Верховным судом РФ за недоказанностью. Ярослав Макаров. 10 лет. Тело было найдено 8 марта 1990 года в Ботаническом саду РГУ. Чикатило изнасиловал жертву, с помощью ножа номер 20 отрезал кончик языка. Уже мертвому вспорол живот, нанеся множество ударов в одно и то же место. Любовь Зуева. 31 год. Зуева была психически неполноценна. Тело было найдено 24 августа 1990 года в лесополосе вблизи железнодорожной платформы Лесхоз. По собственному признанию Чикатило, он сделал с ней то же самое, что и с другими женщинами, стал резать, кусать, распорол живот, отсек матку. Виктор Петров. 13 лет. Тело было найдено в конце июля 1990 года в Ботаническом саду РГУ. Петров был на Пиастовском вокзале со своей матерью, ушел вместе с Чикатило попить воды и не вернулся. Иван Фомин. 11 лет. Тело было найдено 17 августа 1990 года на территории городского пляжа Аксакай. Чикатило подкараулил мальчика у камышей, куда тот пошел переодеваться, и зарезал его складным ножом. В общей сложности он нанес своей жертве 42 ножевые раны и кастрировал, когда тот был еще жив. В руке у Фомина нашли клок седых волос, сам Чикатило говорил следователям, я считаю, что сперма на треку Фомина принадлежит мне. После убийства я вытирал свой половой член об одежду мальчика. Вадим Громов. 16 лет. Юноша страдал умственной отсталостью. Тело было найдено 30 октября 1990 года в лесополосе вблизи оплесхоз перегона Сулин, лесостепь. Чикатило нанес ему удар по голове и 27 ран перочинным ножом, а также откусил у жертвы кончик языка и проглотил. Виктор Тищенко. 16 лет. Тело было найдено 3 ноября 1990 года в лесополосе на 1128 километре железнодорожного перегона Горная, Шахтная, между платформами Сады, ныне Отюхта и Кирпичный, 1129 километров. Борясь за жизнь, юноша прокусил Чикатило средний палец на правой руке и ударил по ноге, отчего тот потом долго хромал. Светлана Коростик. 22 года. Женщина занималась проституцией. Тело было найдено 13 ноября 1990 года в лесополосе между железнодорожной платформой Лесхоз, 1115 километров, и поселком Дон Лесхоз. Чикатило откусил у нее кончик языка, а затем проглотил, как и соски. Зарезал жертву тем же складным ножом с розовой пластмассовой фигурной ручкой, что ранее использовал для убийства Вадима Громова, Виктора Тищенко и Ивана Фомина.